Тюменскому государственному университету Владимир Ильич Загвизимский Владимир Ильич Загвизимский Владимир Ильич Загвизимский рассказывает о первом десятилетии первого вуза Тюмени. На территории всего Тюменского края к началу 30-х годов не было ни одного вуза. По инициативе местных партийных советских органов было принято судьбоносное решение об открытии в Тюмени агропединститута. 2 ноября 30-го года начали занятия 65 студентов, которых обучали всего 5 преподавателей. В 31-м году педагогов было уже более 20. Фамилии Агибенина, Белозеровы, Шаховой, Богедаевы, Иорданской, Куратова, Мушкаленко навсегда останутся в истории. С октября 1932 года вуз был реорганизован в педагогическом. Покупались книги для библиотеки, усовершенствовались учебные планы и программы, складывались традиции учебной и воспитательной работы. Вуз готовился к новому учебному году. Предстояло решить еще много проблем, но грянула война. Все планы развития института прервала война. За 5 военных лет более 250 преподавателей, сотрудников и студентов ушли на фронт. Война коренным образом изменила вуз. В первый военный учебный год количество преподавателей уменьшилось на одну треть. Но институт продолжал жить. В феврале 1942 года прошла преподавательская научная конференция. Даже в таких условиях защищались кандидатские и докторские диссертации. С первых дней войны студенты дежурили на мобилизационных пунктах, помогали выдавать обмундирование, вели агитацию на предприятиях. Много сил, заботы и внимания студенты отдавали раненым воинам в госпиталях. Здесь постоянно работала студенческая бригада. Но главное, что институт продолжал выполнять свою задачу – готовить педагогические кадры. За четыре военных года было выпущено более 400 молодых специалистов для школ города. Тяжелейшая война закончилась. Обескровленным, но не сломленным вышел из нее наш народ. Тюменский педагогический институт продолжал работу. Несмотря на нехватку кадров, учебных аудиторий, серьезные материальные трудности, проблемы с набором, поступательно, шаг за шагом рос и развивался наш вуз. Время вперед – таким был девистиях лет. Каждый год жизни приносил что-то новое, закладывая фундамент успехов с сегодняшнего дня. Рост научной активности преподавателей, переезд в вуза в новый учебный корпус по улице Республики, открытие лаборатории школ Министерства просвещения – все это к началу 70-х годов делало Тюменский пединститут ведущим вузом интенсивно развивающейся области. Значительный вклад в развитие института внес его ректор Виктор Михайлович Дерябин. Бум преобразований – так можно охарактеризовать следующие три десятилетия стремительного развития вуза. Новый 73-й год начался с создания на базе пединститута Тюменского государственного университета. Первым ректором университета стал профессор доктор наук Игорь Александрович Александров. В 1981 году университет возглавил Геннадий Филиппович Куцев. С его приходом начались коренные преобразования – перестройка учебно-воспитательной деятельности, координация научных исследований в жесткой связке с запросами области, эпохальная работа по созданию региональных энциклопедий, открытие новых специальностей и, конечно, строительство. Быть достойным звания университета – под таким девизом работал весь педагогический и управленческий коллектив. МИФУП, информационно-библиотечный центр, ИДИП, академическая гимназия и ФК – За каждым словом теперь понятны и привычные институты, факультеты, структуры университета, которые и сделали его одним из самых динамично развивающихся вузов страны. В 2007 году на пост ректора избирается Геннадий Николаевич Чеботарев. В этом же году университет становится единственным вузом области, победившим в конкурсе инновационных образовательных программ в рамках нацпроекта «Образование». 414 миллионов рублей – именно столько было выделено из федерального бюджета на развитие инновационной деятельности университета. А через полгода – вновь победа. ТЮНГУ выигрывает грант на развитие нанотехнологий. Суперкомпьютеры, супермикроскопы, станция приема и обработки космических снимков, высокоскоростной хроматограф, лаборатория протеомного анализа, десятки единиц уникального оборудования – все это позволяет сегодня студентам не только учиться на суперсовременной технике, но и заниматься наукой. Формирование исследовательского экологического университета мирового уровня. Именно такая задача теперь стоит перед коллективом университета. Стратегическая программа инновационного развития принята на период до 2020 года. Появление в составе университета сначала технопарка, а теперь и техноцентра, стало закономерным шагом в создании максимально благоприятной среды для экспериментальной и наукоемкой деятельности. В университете созданы и работают малые инновационные предприятия, призванные решать в первую очередь проблемы экологии и рационального природопользования. Новизна многих методик подтверждена патентами Российской Федерации. Выполняются актуальные исследования по анализу объектов окружающей среды, разрабатываются технологии повышения коррозийной износостойкости стали, энергосбережения, укрепляются связи университета и производства. Сегодня в университете работает замечательный профессорско-преподавательский коллектив. Ученые и педагоги – подлинные герои нашего времени. В июне 2010 года ректор Булза Геннадий Николаевич Чеботарев вручает Дмитрию Самоловову диплом об окончании университета. Дмитрий становится статтысячным выпускником ТЮМГУ. Всего вместе с Дмитрием в 2010-м университетские дипломы получили свыше 8 тысяч человек. Среди них – специалисты, бакалавры, магистры. Университет уверенно переходит на уровневую систему подготовки кадров. Болонский процесс, о котором так много говорили в последние годы, для университета стал реальностью. В 2010 году число магистерских программ достигло 56 по 20 направлениям подготовки. Дополнительное послевузовское образование – это настоятельное требование времени. Выполняя запросы рынка труда, университет разрабатывает и предлагает самую широкую линейку специальностей второго высшего образования, а также курсов повышения квалификации. Образовательное пространство Тюменской области и автономных округов является приоритетной территорией филиальной сети университета. Более того, учиться в университете теперь можно и в режиме удаленного доступа. Формы работы Института дистанционного образования, которые еще несколько лет назад казались экспериментальными, теперь общепризнаны и широко тиражируются в регионе. Высшее образование дистанционно получает в университете более 10 тысяч студентов и слушателей. Почти две тысячи из них – это иностранные граждане. Интернет-порталы «Евразион.ру», «Дистанс.ру», «Скола.ру» служат современными инструментами доступа к постоянно обновляемым информационным ресурсам ВУЗа. Говорит и показывает ТюмГУ. Именно с этих слов начинает в эти дни вещание новый российский образовательный телерадиоканал «Евразион». Интернет-технологии на глазах становятся доступными и эффективными. ТюмГУ – Центр образования. Говорим мы и подразумеваем. В городе, в регионе, в стране, в мире. Договоры о сотрудничестве заключены с ведущими зарубежными ВУЗами – университетами Индианы, Цуэфу, Страсбурга, Ренна, Меца, Поблемс, Ландау. В рамках этих договоров более сотни студентов прошли обучение и стажировки в зарубежных ВУЗах. 12 иностранных лекторов из Франции, Великобритании, Германии, Венгрии, Норвегии, Канады, США и Китая участвовали в этом году в университетском учебном процессе. Международная деятельность университета реализуется в рамках 18 международных научных проектов, которые охватывают все направления университетских исследований – филологию и лингвистику, психологию и международное право, экономику и менеджмент, теплофизику и химию, биологию и экологию. 20-летнее сотрудничество с Волверхэмптонским университетом в этом году ознаменовалось вручением двойных дипломов программы MBA. В университете есть традиционные мероприятия, которые стали региональными и российскими брендами. Конференция, посвященная Дню славянской письменности, конкурс «Книга года», «Сулеймановские чтения» и многие другие. Участвовать в них престижно, организовывать их почетно. Интеллектуальная и творческая элита области формируется в стенах Тюменского государственного университета. Университет в равной степени гордится как своими выпускниками, так и сегодняшними студентами. Несколько десятков ребят ежегодно получают звание «Ты – гордость университета». Резонно, что именно они в дальнейшем пополняют золотой фонд молодежи Тюменской области. Лауреаты и дипломанты, грантополучатели и стипендиаты самых престижных фондов – их личный стартап дан в Тюменском государственном университете. Сплеск студенческой инициативы – именно так сегодня можно охарактеризовать неучебную работу в университете. Тюменская модель ООН, волонтерское движение, поисковики, интеллектуальные, творческие и спортивные состязания. Все делается с острым желанием молодых проявить себя, получить новый социальный опыт и знания. Минута славы должна быть у каждого. Достижения, победы, награды позволяют нам гордиться успехами вуза. Признание заслуг в науке, в образовании, в спорте, в отдыхе приходит к нам каждый день. И это закономерно, потому что каждый в университете стремится работать так, чтобы наши абитуриенты были уверены, что они отправляются в будущее с лучшими. Главный лейтмотив ТЮМГУ 2010 года – это слова «традиции», «инновации», «успех». Традиции качества образования и последовательного движения вперед. Инновации, настоятельное требование времени, вектор движения, заданный до 2020 года. И успех – это то, что сопровождает деятельность университета все 80 лет. Вчера, сегодня, завтра. Так было, так есть и так будет. Субтитры создавал DimaTorzok